Так, что скажешь про текилу? Петрушку? Ты за бабки тут, успокойся! Ты за бабки! Ты тут за тигра, а я это создал! Красавца, красавца! Иди отсюда! Заводен! Вы слабая команда, вот что я могу сказать. Привет, друзья, это Егоров. Вчера, как вы знаете, Тудрос вынесли на спорте. И сейчас мы будем разоблачать эту игру и некоторых её персонажей. Пиздец, засудили нахуй! Но сначала несколько тезисов. Первый, этот матч стал самым просматриваемым в истории медийного футбола. Даже Амкал столько не смотрели. 78 тысяч человек на пике. И этому благоволило несколько условий. Во-первых, это давнее противостояние уже сложившейся Тудросы на спорте. Ещё на прошлом МКС они посылали друг друга куда подальше. Во-вторых, это идеальный тайминг, потому что если сравнивать с матчем Броуки-Тудрос, то тогда примерно в то же время и проходил финал Кубка России по футболу. И в том числе Амкал играл на Кубке Рутюб и Матч ТВ. То есть примерно 10-15 тысяч. Я думаю, находились в других местах и занимались другими делами. Плюс ко всему, 2 примерно тысячи болельщиков вынуждены были в этот раз смотреть матч дома, потому что вдруг, внезапно, в день игры, Лига сказала, никого на стадионе не будет. И вот объяснение. Пацаны, новости просто пиздецовые, ужасные. Наш сегодняшний матч против на спорте пройдёт без зрителей. Вчера был пожар в Москве, а сгорел торговый центр. И поэтому усилили меры безопасности. Почему-то, блядь, на луч тоже наложили. Поэтому сегодня там на территории огромное количество ОМОНа, которые уже пообещали в случае скопления людей всех арестовывать. Поэтому, пацаны, не рискуйте, не приезжайте туда, смотрите матч в онлайне. Да, изначально нам говорили о том, что это общее мероприятие по Москве, что просто сейчас нельзя ничего проводить. Но потом всё стало на свои места, потому что на матчах медийной лиги постоянно зажигают фаеры, кто-то горел. И ещё Тудроц пели песню фанаты запрещенного исполнителя сейчас в России Макса Коржа. Так что всё сошлось, кто-то перестраховывается. Ну, а теперь медийная лига как минимум будет без фаеров и как максимум будет без зрителей. Без зрителей не хотелось бы. Эх, парни, блядь, как обидно, нахуй. Вся команда пиздец как расстроена. И вот просто отвечаю, будем биться за вас. За каждого человека, который хотел прийти и не смог попасть на этот матч. Вот, блядь, пацаны, за вас. Да, здесь все, естественно, начали обсуждать, кому на пользу отсутствия зрителей. Говорили, что вот Тудроц привыкли играть при большом скоплении людей. Я уверен, что в этом матче они бы душили Текилу. Каждое касание его мяча его просто бы убивали бы морально. Его не хватает. Их не хватает. На спорте начали спрашивать, может вам выгодно наоборот играть без зрителей, потому что вас обычно обсирают. Но тут всё правильно сказал Викинг. Нас бы заводило, если бы кричали вот эту кричалку, которую амкал с броками и кричали, да, вот. Нас бы это только вперёд гнало. Мы же все помним, что Саня Текила говорил, нам даёт силы, ваша ненависть. Ну, команда на спорте построена на ненависти, Саня этого не скрывает. И мне достаточно странно, когда он убежается в случаях, если его начинают так разоблачать, изобличать. Ты же сам говоришь, что вы построены на ненависти. Это ваша стратегия, она прекрасно работает. Тезис номер два. На бровке у нас в порте отсутствовал Сослан Гатагов. Всё произошло из-за того, что сначала он получил условную дисквалификацию, потом ещё пообщался с игроком Рома и получил дополнительную. Изначально не хотели, вроде как, его дисквалифицировали, в том числе, ребята из Тудроц. Может, на втором турнире тебя увидеть? Я всё время думал, чем он занимается у нас в спорте. Я думал, он охранник Соса, если честно, всё это время. Но, честно говоря, я там запустил тоже небольшую рофло-компанию про условную дисквалификацию. Не думал, что это как-то скажется. И не думаю, что как-то сказалось на решении по Сослану. Мне просто было интересно, где та грань, что можно делать и что нельзя. И мы тоже говорили, ну, давайте мы тоже продолжим флексить. Я был только за, вот только за. Не дисквалифицируйте Сослан, не трогайте нас. Ну, его дисквалифицировали, поэтому, возможно, нам тоже бровками нужно будет осторожнее себя вести. Кстати, Дротс тоже глаз да глаз, хотя они сейчас очень миленькие. Но, в общем, Сослан отсутствовал и находился на бровке с рацией. ДК вынесло наказание ему, то есть, что он не имеет находиться на... В спортивном ядре, да. Ну, на футбольном поле. То есть, за пределами футбольного поля, там, на вышках где-нибудь, да, он может спокойно стоять и... А вот он, кстати, смотри, жулик, а? Легенда, не жулик, легенда. Шпион. Ну, ещё один тезис. Сам Сослан почему-то отказался играть медийными составами. Вот примерная история, как это звучало. Бля, а почему, кстати, парни, вы отказались играть медийными составами? Мы же прям равные накатали их. Ну, слушай, я за тренера не могу говорить. Ну, он говорил что-нибудь. Ну, обсуждали же, Сослан? Нет, вообще не обсуждали. Давайте я контекст, людям контекст расскажу. Я сейчас зачитаю весь список. Вот у меня есть для сравнения. Женя против Текилы, Краб против Володи XXL, Эд против Тарасова, Никита против Льва, Хул Майами, Мбаппе, Славон, Корж, Герман. Ну, Сосо, примерно равное. Действительно, так звучит. И было очень удивительно прочитать от Текилы такое. Читаю, офигенный, ну, я меняю чуть слова, вы собрали Баланс, Хул всю жизнь на поле и Майами, который два месяца назад узнал о футболе, Корж, и Зенита, и Гера, музыкант, который просто, как и многие, занимался футболом Мбаппе. Ну, типа, ладно. По факту, все не так, и мне очень удивительно, что Саня очередной спор начинает сливать, потому что сначала он слился со спора со мной на 50 тысяч рублей, где я не был уверен в победе, и поэтому придумал миллиард оправданий для того, чтобы не участвовать. Сейчас с этими медийными составами отказался, хотя, ну, давайте смотреть. Женя и Текила. Текила куда лучше готов сейчас физически, чем Женя, поэтому здесь преимущество у Текила по сравнению с Женей 100%. Краб и Володя XXL, примерно равные футболисты, при том, что Володя тоже занимался профессиональным футболом. Эд и Тарасов. Ну, здесь вообще преимущество на стороне игрока российской премьер-лиги. Я не понимаю, как можно вообще сравнивать Эда и Тарасова, которому не так много лет, 87-го года рождения, моего возраста и человека. Я не считаю, что я даже сейчас после третьих крестов физически готов хуже, чем там два года назад. Здесь преимущество ясное. Никита Лев. Лев, конечно же, сейчас сильнее. То есть мы видим примерно три человека уже сейчас сильнее. Хул Майами, понятно. Хул Мбаппе Славот, примерно равное. Корж Герман. Текила говорит, что Герман не занимался. Я когда интервью сделал с Германом, Герман говорил, что он вообще-то в первую очередь футболист. Всегда играл в футбол, хотел быть мощным игроком и вообще он в порядке. Поэтому здесь такие скидки делаешь. Ну да, Корж, наверное, сильнее. Но если брать общий со старта, он примерно действительно равный. Меня, опять же, это очень удивляет, почему Текила отказывается от споров, которые не он предлагает. Вот те, которые он предлагает, он, видимо, их как-то просчитывает и говорит о, которые не он предлагает. Это сразу отход в сторону. Не очень понимаю. Ты фантик, ты фантик, ты фантик, ты фантик, ты фантик, нахуй, на поле, ты фантик, ты не мужик, нахуй. Ты мылся, у меня дома лёд, ты за день, блядь, домкал, блядь, я к тебе как другу относился, блядь. Да я тоже когда-то относился. И честно говоря, я и представить не мог, что Текила включится в эту зарубу по-серьезному. Ты думаешь по поводу того, что Краб пришёл посмотреть на вашу тренировку? Ну, не скучает по нормальной команде. Он же наш фанат. Заруб, потому что привез, защищая события, те, кто смотрели матч, вы прекрасно знаете, что он провёл на поле практически 90 минут. 90 минут против мощнейшего состава Тудроц, где 99% футболистов это, ну и как раз таки именно и есть футболисты. 2-1 празднует, вот такой счёт с Тудроц будет 2-1. А с другой стороны играет не только Текила, но его охранник Шиша, который так же там зарубился скрэпом, он сказал, что его остановят. Бро, завтра матч на спорте, и чуваки хотят знать, готов ли ты на 100%. Братан, я в этом форме, чувак, просто пузырь. Ну да ну-ка. Я готов, братан. И что, это значит, что ты готов? Я готов, братан. То есть получается, ну грубо говоря, да простят меня, да простят меня люди на спорте, команда на спорте выходит на поле с 9 футболистами, минус 2. И я так понимаю, с Хэ, который в последний год больше сосредоточен как раз, видимо, на тренерской работе. У меня микро-повреждение, получил его после матча с броками, и вот я сыграл с Ромой в следующий матч, и уже чувствовал, что есть недомогание, и поэтому взял паузу. Но недели не хватило, чтобы восстановиться, поэтому принял решение главным тренером, что сегодня я пропущу. То есть получается, 11 игроков в Тудроц встречаются с 8 с половиной игроками на спорте. Так, что скажешь про текилу? Петрушку? Да. Братан, не знаю, мне кажется, он мяча даже не получит в этом матче. Там Солян у нас, Дудай, текила. Нет. Очень странный подход. И это, кстати, будет еще не предел. Ну давайте к матчу, и сразу объясним, что происходит. Вот начинается матч, и мы сразу видим, сколько футболистов в составе на спорте отсутствует. Это не только ключевой игрок центра поля, именно опорной зоны Дмитрий Тарасов, но и абсолютно важнейший игрок, это, конечно же, Комис. Он получил травму в матче ЛФЛ. И еще один опорник, как раз-таки Гера Петросов, также не переодевается пока. Да, травма для на спорте это печально, но повторюсь, как объяснить тот факт, что на поле одновременно находятся и Саня Текила, и его охранник Дима Шиша. То есть, получается, сейчас рубка и спор с Тудротс на пресс-конференции, он возымел реальное значение на поле, где на спорте практически играют минус два. Ну потому что, ну, и Саня, и Шиша в таком контексте слабее. То есть, опять же, тот же Шиша молодец, но против него реально молодые профики, которые сейчас в Зените играют. Они быстрее, техничнее. Вот пример. Длинная передача в начале матча. Шиша центральный защитник. Смотрите, где он по позиции и как не успевает. Конечно же, идет прострел, Кутуз пропускает, и здесь немножко у Корша не получается быстрое решение принять, но все равно потенциально голевой момент. Опять же, потому что на спорте нет баланса. И особенно тяжело на спорте должно быть в контексте их манеры игры. Очень высоко поднимается команда, и здесь нужно, чтобы каждый каждого страховал. И даже сейчас везет, что у Тудроц в атаке Кутуз, у которого немного не та скорость по сравнению с Моти. Да, Кутуз в иных матчах невероятно полезен, но сейчас другая ситуация. Был бы на месте Кутуза кто-то другой, и у ворот на спорте точно было бы несколько выходов один на один. Но это, опять же, не все удивительные решения. Также странным было появление в основе Хея. У Хея мало игровой практики, он достаточно авантюрный вратарь. И даже в матче с Броуками, в первом еще товарищеском он привез. И в этой же игре все начинается с того, что он просто дарит мяч игрокам на спорте, отрезая всю свою команду. И здесь Краб может выходить один на один, но в последний момент его съедает как раз-таки Саня Текила, который играл в этом матче где угодно, но только не в нападении. Как будто Текила хотел всему миру показать. Эй, дроты, смотрите, я могу носиться все 90 минут, бороться, толкаться, быть на каждом участке поля. Я в порядке, я молодец. Только пользы это не приносило. Саня должен был оставаться на острее и там решать. А не включаться во все эпизоды матча. И уж кто из на спорте действительно заслужил максимальных респектов, так это Володя. Занимался своим делом, бежал, обыгрывал. Здесь заработал для команды желтую карточку. Володя красавчик. Но он и футболист, в отличие от Текила и Шиши. Да и вообще спор Петрушки и Фантика для Текила изначально был обречен на провал, потому что Краб-то все-таки достаточно техничный и сильный футболист. Что бы он там ни делал. И здесь он прекрасно обыгрывает, отбирает мяч у дуба и получает по ногам, зарабатывает для команды желтую. И Краб прекрасный матч проведет. Мы увидим настоящего мотивированного Краба. Редкий случай за последнее время. И вот реально, неужели Саня правда так поверил в себя? Ты за бабки тут, успокойся. Ты за бабки. Ты тут за Текила. А я это создал. Иди отсюда. Забоден. Но, кстати, глядя за очередным моментом, где мог убежать, но не убежал Кутуз, хочется поспорить с некитом. Я думаю, что Текила не только ради бабок, потому что, мне кажется, он уже родился с деньгами, родился достаточно богатым мальчиком. С деньгами у него проблем нет. Я думаю, что он как раз-таки именно из-за футбола. И именно для того, чтобы в один день выйти и сыграть 90 минут с Тудроц. Мотивация у него немножко другая. Я думаю, что даже скорее некит сейчас больше за бабки, чем сам Саня Текила. Хотя, опять же, этот спор не вопрос. Текила же закрывает гештальт. Ему важно научиться играть в футбол. Важно показать себя. Да и в том, что некит все это создал, тоже не совсем правда. Все-таки челленджи и непосредственно игра в футбол разные вещи. Да и были всегда медийные команды, начиная еще со Старкой с 90-х годов и со Спартака, который играл в выставочные матчи специальным составом. Так что, нет. Создал, конечно, это все не некит. Но а Текила свой шарм дал. И тот факт, что сейчас Тимур Журавель с Матч ТВ приходит на игру с Петрушкой, чтобы сделать контент с медийного футбола. Ну, за это можно сказать спасибо, в том числе и Текиле. Когда забьет краб. Сам же матч в первом тайме был зрелищем удивительной говености. Да, иногда, конечно, красивые эпизоды случались, но Корша всю игру легко съедали. Плюс ко всему было очень много фолов и очень мало каких-то интересных, осмысленных действий, контроля мяча. Ну вот, еще один раз у Корша был шанс чужой штрафной, но вместо того, чтобы пробить первым касанием с линии вратарской, Корш добежал чуть ли не до центрального круга. И в итоге все равно ничем эта атака не закончилась. Очень много действий от Корша, но очень мало обострений в этом матче. Поэтому и ударов команда, вы это потом увидите, нанесут минимум. Вот типичный эпизод для Корша в этой игре. Попытка дриблинга, отбор, обыгрыш его же и фол. Фол вполне мог тянуть на желтую. Ну и дальше вы тоже видите Саня Текила, который не может справиться с мячом. Я не против абсолютно Сани на поле. Он действительно очень старается. Это вызывает огромную симпатию. Он молодец. Но в данной ситуации без комиса, с атакой, текилу, дуб, атакой, у которой нет скорости, на спорте просто обречены абсолютно. И Саслан это понимает. Что же происходит? И давайте еще раз обратим внимание на дисбаланс на примере атаки Тудротс. Тудротс, где все молодые. Вот сейчас Шиша играет вместе с Кутузом. Теперь Шиша занимает место у одного угла штрафной. Чуть-чуть даже выбросится на крапа. При этом Тудротс продолжает нападение. Шиша смещается и занимает место у другого угла штрафной. Опять же выбрасывается, не видит крапа. И, соответственно, теряет позицию, теряется баланс и наносится удар Кутузом тем же с линии вратарской. Вот здесь Шиша не видит ничего, что у него за спиной. Зачем-то выбрасывается на позицию чуть ли не опорного полузащитника. Опасный момент. Но дело, опять же, повторюсь, в полном дисбалансе на спорте, возникшем в результате странных кадровых решений. И в такой игре, когда есть пространство, когда нет жесткого Тарасова, когда нет мозга Комеса, когда в обороне, то ли в опорной зоне, играет Шиша, крап действительно может смотреться как звезда. Это его игра. В условиях, когда защитников Тудротс не прессингуют, и они спокойно начинают атаки, доводят мячи до крапа, Даня может чувствовать себя прекрасно и уходит на замену. Он в отличном настроении. Все в порядке у Тудротс. Причем сами Дройта в этом матче не решается выпустить даже Богдана. Еще раз повторюсь, Володя делает все, что может. Он носится, в принципе, правильно прессингует, но поддержать его в данной ситуации некому. И еще дополнительные проблемы для Сослана в том, что ребята-легионеры в этом матче постоянно то на полутравмах каких-то, то на ошибках. И видно по лицу тренера, что он все понимает. Ему очень тяжело. Но даже при таких печальных исходных первый момент в матче создают именно на спорте. Посмотрите, как пробил Дубников. И как на спорте не повезло. Это типичный, кстати, голевой момент. После стандарта Дубников обманывает защитника. И буквально с двух метров не попадает в створ. Неправильно поставил стопу. И в этот момент Дроты немного просели. Они тоже стали ошибаться у своих ворот. Здесь, например, Дубников отдает на Володю. Володя опять молодец. Он навязывает борьбу, катится в чужой штрафной. В итоге мяч отскакивает Ренату. Тот бьет. И Эд очень грубо идет в подкат. То есть, если бы не убрал здесь ногу Ренат, то могла быть и красная карточка. Но вместо этого просто опасный штрафной. Достаточно странный розыгрыш. Менее удобно Ладо бить с этой позиции, чем изначальный. И, соответственно, Тудротс идет в обратную атаку, которая ничем не завершается. Первый тайм максимально унылый. И даже с учетом отсутствия Тарасова, Комеса, Петросова и присутствия Шиши на поле, Дроты ничего абсолютно не смогли создать. При этом, еще раз повторюсь, Шиши на поле на спорте играет на ноль. Хотя в атаке у Дротов Кутуз, Мотя, Краб, Корж и остальные реально крутые футболисты. В общем, кажется, что для на спорте все неплохо. 0-0 в первом тайме, но во втором они приготовили для нас еще несколько сюрпризов. И, возможно, дело в том числе в травме Шиши. И думать не могли, что его отсутствие тоже может сказаться. Тактика, значит, того на этого, да? Но 5 ударов и 22 фола, это, конечно же, для такого матча трагедия. Ну и да, раз уж моя сюрприза. Второй тайм начинается с того, что на поле выходит у на спорте Даня, который с отбора, который вообще футбольный фристайлер и который вряд ли проявлялся на играх, кроме как в игре с артом. И здесь он выходит чуть ли не нападающего. И, кстати, тут же происходит опасный момент. Выход один на один, удар, перекладина, мяч отскакивает в Алекса и это гол. Вот так! На спорте пока еще в раздевалке. Голу приводит серия грубейших ошибок. Ну, то, что никто не накрыл, ладно. А вот выход Хея вообще непонятен. Рядом с ним три защитника на спорте. Форвард Тудротс не в ударной позиции. Куда побежал Хея и зачем оставил ворота пустыми, абсолютно непонятно. Ну, а дальше уже просто несчастье с Алексом. Видимо, то, что не залетало в ворота на спорте раньше, сейчас решило залетать в игре с Тудротс. И нет ни малейшего понятия, как на спорте может играться. Опять же, посмотрите, какой молодец Володя. Да, он классно отбирает мяч, включает скорость, но кому ему, блин, отдать? Впереди Даня, Текила и Дуб. Это невозможно. Особенно в то время, как у Тудротс в атаке быстрый и мощный Мотя, а также бегущий Краб с одного фланга и Корж с другого. Вот вместе они сейчас чуть и не сделали гол. На спорте с трудом отбились. А Саня Текила при этом играет без замены. Замены не планируются. К сожалению, все практически атаки на спорте достаточно конвульсивны, потому что, ну, нету мысли. Набросы, забросы, борьба, тычки, удары, туда-сюда, налево, направо. Все это ничем не закончится. Хотя, опять же, Володя XXL лучший на спорте. Выигрывает воздух. Апоку даже обыгрывает Белграяна, но ему некому стрелять. И Апоку, конечно же, оставляет свою позицию. Идет встречная атака. Никто не страхует, никто не убегает. И поэтому, ну, выжденный игрок на спорте фалит. Это же чистое желтое на корше. Было очевидно, что на спорте очень нужно усиление. Ну, прям невероятно нужно. И вот, когда я увидел набровки Льва, я понял, что усиления сегодня не будет. Текила уже играет. Теперь еще президент поиграет. Охранник Текилы тоже поиграл. Кстати, Шиши вообще респект. Все защитники теперь на желтых карточках. Ну, и вот, да, Лев выходит на поле. Но говорит это о чем? Ну, о том, наверное, что, значит, реально все травмированы, что выпускать больше некого. Ну, что резервов для того, чтобы сравнять счет, тупо нет. Опять же, нет никого помимо Володи. Посмотрите, как он разбирается. И скрапан, да, в общем-то, со всеми. Делает удобнейшую подачу на дуба, но тот не попадает. Еще раз, все прекрасное для на спорте в этом матче держится именно на самоотдаче и на энергии Володи. Он создал уже несколько моментов. Он и борется, и отбирает, и разгоняет, и отдает. Другое дело, что ему ни разу в этом матче не отдали так, чтобы он смог пробить. Вот Володя прям красавчик. Ну, а дуба, ну, не везет. При этом продолжу мысль. Идет 70-я минута, а Тудротс реально не создали ни одного толкового момента. Вот здесь разве что комбинационный получился эпизод. И сфалили на крапе. Да, здесь ясно, что будет, скорее всего, желтая карточка. Я еще раз напомню, что Тудротс не создали... И вот, получается, второй мяч после того, как Моти хитро разыграл штрафной. Еще раз, вот прям вот еще и еще и еще раз. Тудротс ничего не создают. И забивают два мяча, в одном из которых ошибся Хэя. И произошла случайность с Алексом. А сейчас потому, что просто нет концентрации у футболистов на спорте, а есть концентрация у футболистов Тудротс. То есть, да, перебороли, но такое происходит, когда у одной из команд нет баланса. При этом на случайности на спорте продолжает создавать моменты. Здесь идет прострел и абсолютно гениальная передача Льва на Дуба. И тот, наконец-то, забивает. Нет здесь офсайда у Текилы. Лев прекрасно доработал эпизод. Не знаю, что он здесь хотел, но получилась просто гениальная передача. Просто суперская передача. Это, наверное, лучшая передача вообще, которая была в этой игре. И еще, да, 2-1. Но вряд ли это надолго. Пропустив два мяча из пустоты, на спорте создают еще один момент у своих ворот. Сначала потеря, потом пас на крапа, отбор Делимы и фол. Ну, пусть судья сам скажет. Увеличивая. Так, раз. Здорово сыграл Делима. У него, кстати, есть желтая карточка, напомню. А-а-а. Все, все. Пенальти. Да. 11-метровый. И так пенальти. Да, здесь Саня Текила сколько угодно может что-то шептать крапу на ухо. Но, опять же, в этой ситуации, когда этот дрот с доминирует, когда ясно, что на спорте особо ничего не получается, я думаю, что у любого игрока дротов и у крапа, в том числе у крапа, у которого много, не получалось в течение всего чемпионата, что у крапа абсолютная уверенность в собственных силах. И, в принципе, он делает абсолютно простой удар, абсолютно без обмана, но мяч попадает в угол и Хея в нынешней форме не успевает его отбить. Петрушка Журавель бежит, бежит вместе с крапом. И это подарок, букет специально для... Красавец. Красавца, красавца. Это совсем... Это идеально. Это идеально. Блин, Текили респект. Респект. Текили действительно респект и крапу респект, потому что хорошо он реально сыграл. Ну и Эду, наверное, тоже респект за то, что он немного отымел газон. Из-за этого судья даже пошел смотреть повтор на предмет красной карточки за неуважение к сопернику. Но вместе с комментаторами судьи решили, что Эд просто стоит в планке и здесь ничего запрещенного нет. Зато запрещенное происходило на поле. Здесь Льва обыгрывали, отдавали передачу Моти. Моти легко расправлялся с защитниками, ушел на фланг. Никто никого не держит в составе на спорте уже давно. И просто расстрел с трех метров. На этом можно было все, в принципе, заканчивать. Все абсолютно ясно, Тудротс побеждает, а на спорте с таким балансом, повторюсь еще раз, с таким балансом делать нечего. Почему решили так сыграть? Действительно ли травмы повлияли? Или какие-то амбиции Текилы? Абсолютно непонятно. Ну элементы комизма еще, видимо, были не исчерпаны, потому что на спорте Олег Майами вышел в компенсированное время. Что удивило даже Кариуса. У Тудротс тоже Мбаппе появился. Вот он как быстро ускоряется и отдает, в принципе, неплохую передачу. Ну и ребята из на спорте, защитнички вместе с вратарем Хэ, решили просто еще один себе забить. Наверное, они сделали это для того, чтобы Карат, если я не ошибаюсь, показал болельщикам, что вы всегда с нами. Иначе просто демонстрация этой футболки не состоялась бы. На этом все. Главный антигерой матча Саня, который сыграл 90 и Хэ, встречается вместе. Хэ, конечно же, разочарован, потому что объективно привез он сразу несколько мячей. Саня, я думаю, разочарован тоже, потому что много было очень флекса. А результат и что касается состава, и что касается игры, нулевой. Ну а дроты, дроты празднуют. На этом матч можно закрывать. Не было Комесова. Ну, с другой стороны. Я очень расстроен. Это футбол. Чуть ли не плачет Хэ, да? Да, он очень расстроен. Видно, что расстроен. Это футбол, но концовочка была такой. Посмотрим пока стандарт. Мне больше всего интересно нарушение правил. Смотри, их 37. Ну, на этом все. Я думаю, по дерби на спорте Тудроуд все понятно. Ну, а выпуск я хочу закончить видосом из телеграм-канала Неклассика. Моих друзей, которые замечательно работали. И вот этот кусочек у них взял. Так вот, Жека в этом кусочке все по факту сказал. У нас с вами был Егоров. Сегодня мы играем с бейсментом Броуки. Ну, а вам пока. Слушайте, ну, у команды большого класса, которая претендует на первые места, должна быть хорошая скамейка. У вас должна быть ротация. Вы должны менять своих лидеров на хороших игроков. Если у вас такой ротации нет, значит, вы слабая команда. Вот что я могу сказать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.